Иван Гранков, город Рязань, Россия, встречайте! Спасибо интернету, да? Много чего плохого там, но и много хорошего. Можно подчеркнуть. И когда я услышал её, она как-то в душу у меня залезла. И частично она как бы про меня. От звуки гармонов и дышится легче, и голос сегодня звучит мы вольнее. А дайте же, братцы, не в руки гармонов, я с детства играю на ней. Михайловский район, село Грязное. Май, 2017 год. Мы едем в гости к семье Гранковых. По дороге любуемся весенними картинами цветения садов. Хорошо, а ещё лучше вести с собой хорошее настроение. Ведь хмурым и капризным нет места в этом уютном доме. Иван Васильевич встречал нас на крылечке своего сельского домика с гармошкой в руках, наигрывая весёлые частушечные мотивы. Многие так и пошли в пляс. Но не время танцевать, А время знакомиться с дружной семьёй, поселившейся в сельском чудо-домишке. Глава семейства, может быть, оно ещё и увеличится. А кто его знает? Как Бог его знает? Заходите! А вот и его обитатели. Иван Васильевич, его очаровательная супруга Виктория и детки Полина, Анна, Иван Иванович и Елисей. Ещё лет 8 или 9 назад молодая пара не могла предположить, что их семья начнёт прибавляться. И что этому обстоятельству поможет строительство их будущего дома, настоящего семейного гнёсышка. Ну, тяжело, Полина? Своя нож не тянет, да? Ну, когда она была, примерно, как Ванюшка, она носила Анюшку. Понятно. Поэтому руки накачаны, привыкшие с детства. Ну, все похожи, все похожи. Видно, что одна дружная большая семья. Вот последний мой сынок. Чём последний-то? Из ходящих. Из неходящих. В общем, мужское начало здесь. Мужской коллектив вашей семьи в сборе. Помаши ручкой. Ну, давайте рассказывайте, как вы живёте. Нормально. Нормально живёте? Устами младенца глаголит истина. Живём нормально? Прекрасно. Мечтали очень долго о своём доме. И Василий Иванович, мой отец, приучил нас к труду с детства. Вместе с ним строили отчий дом наш собственный. Это было первое, так скажем, совместное строительство отца и двух сыновей. И сестра моя старшая тоже, конечно, всем семейством строили отчий дом. Ну, и потом, как бы, как полагается любой живой душе, пришло время создать свою собственную жизнь. Работает Иван Васильевич Гранков в школе, учителем музыки. Играй, 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 играй. Играй, 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 играй. А я не видел, по телевизору у вас такой. Здравствуйте, присаживай. 5-7 распоем Давайте помочим, ровно садимся Молодец, Катюша! Школа-то сельская, да лучше всякой городской, с бассейном и конференц-залом. Она появилась несколько лет назад рядом со старушкой-предшественницей. Ее старые стены помнят мальца-удальца Ваню. Вырвавшись из них, его полет по чужим далям и весям не затянулся. Отслужил в армии, вернулся на родину, осмотрелся, влюбился и женился на девчонке из соседнего совхоза имени Ильича Виктории. А дальше, как у многих людей, забота о хлебе насущном. Поехал в Москву разгонять финансовую тоску, слегка разогнал и вернулся в грязное. Закончил старую школу, дипломы я вспоминаю. Вспоминаю первую учительницу свою, Демиду Версергеевну. Было действительно как вторая мама. Всегда, когда спрашивают, кто у тебя самый любимый учитель, всегда... Родом из детства, и какое-то тепло, и главное, что знания, все давало нам прекрасно. Ныне сейчас она директора нашей школы. Ну она же была первым учителем, а сейчас твой непосредственный руководитель. Сейчас мой непосредственный руководитель, да. Вот пути Господь несповедимый. Меня тянуло к радиоэлектронике, потому что у меня дядя родной заканчивал и работал на приборном заводе. И мне вот эти вот все паять там что-то, вот это мне очень нравилось. И пошел я после школы... Тетам, сынок, ну садись, папа. И пошел я в профессиональный лицей номер 39 города Рязани на регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, который через год закончил с отличием и благополучно получив повестку в армию, ушел на два года отдавать долг своей родине. Ну, как бы была возможность остаться после армии в Москве, но что-то в моей душе продолжало сильно сомневаться, и я вернулся в учий дом. Вскоре, как-то встретил свою родную половинку, буквально через несколько месяцев, и мы поженились. У нас, как говорится, раньше не у многих были мотоциклы, все-таки. Время не такое было, как сейчас, что у каждого там второго. Не часто приезжали мальчики к нам туда на мотоциклах, но вот как-то вот один раз видела, заметила. А не спеть ли нам песню? Следующий мой номер будет музыкальный. Где не надо предавать, чтоб не расставаться. А я возьму карандаши, крик и гниточеные, Нарисую ночки мы до утра влюбленные. Я малейчак вора в небо разделаю, Нарисую звездопад и полоску белую. Все равно это участие двоих, это не участие одного человека. Правильно? Да. Кто-то должен вдохновлять, окрылять и вообще семью в этот момент направлять в нужное русло. Конечно же, женщины. Как вот это все было? Эти шаги навстречу вашему будущему дому? Ну, как-то мечта у нас, конечно, была. Это потому, что как поженились мы, жили с родителями. Маленький дом в одной комнатке. И вот мечта была. Ну, правда, не такая, прям вот эта вот огромная. Но все-таки иметь свой угол как-то вот... Тут и получилось так, что моя мама говорит тому, так-то, так-то, такая-то программа есть, попробуйте. Значит, вдруг у вас что получится? Ну, у меня Ванька какой. Да ладно, что это, это все ерунда, это нам ничего тут не светит. Да-да, были такие слова с его стороны. Я помню. Я говорю, ну давай попробуем, ну что там, может быть, получится. Все-таки можно построить дом. Можно. Если очень хотеть, если что-то делать, не сидеть на месте. То есть, если ты будешь сидеть на месте, к тебе это не придет. Надо шевелиться, надо жить, надо где-то как-то что-то... Рожать. И тогда будет... Рожать, сказал папа, который не рожал. Не рожал. Не рожал, не рожал. Он, как говорится, я всегда мысленна с тобой. Ну, я переживаю всегда. Ваня талантливый человек. У него добрая и открытая улыбка. Но при этом он вовсе не простачок. Знает, что хочет и для чего живет. О доме мечтал давно. И мечту свою воплотил в жизнь спустя долгие годы кропотливых трудов по сбору документации, корректировке состава семьи. Иван и Виктория строили дом по программе, участие в которой дает преимущество тем, у кого больше членов семьи. С 60 метров, потом так, так, так и... Ну, вы делали это с удовольствием, я имею в виду, расширяли квадратные метры и семью. Ну, с удовольствием, да. Что-то душевное приносит. Какую-то теплоту, радость. Понятно. Ты думал вообще много лет назад, когда еще только был таким же, как Полина, что в твоей жизни... Твоя жизнь будет именно такой, что ты свяжешь свои малые родины, все-таки здесь родился, да, получается, здесь и пригодился. Нас с детства отец так воспитывал, и как бы по заповедям, по бычьям русским. Поэтому и в Москву приходилось ездить, так скажем, скрипя зубами. Потому что там, конечно, зарплаты были больше. Иван Васильевич – постоянный участник творческих программ. Без него не обходится ни одно районное торжество или праздник. Его талантливая манера исполнения задушевных песен не оставляет равнодушными не только михайловцев, но и живущих далеко за пределами района. Ну, как бы была возможность остаться после армии в Москве, но что-то в моей душе продолжало сильно сомневаться, и я вернулся в очередной дом. Иван Васильевич покорил Серпухов. В городе Московской области вот уже несколько лет проходит живой международный фестиваль виртуального портала ВКМ, что значит «Международный фестиваль Всемирной команды музыкантов». Фестиваль был организован на базе музыкального форума ВКМ в 2012 году. Принять участие в фестивале мог любой вокалист без возрастных ограничений, любой профессии с песней по своему выбору. «Из народа голосуются. Благодаря народу, да». «Второе место, да? Второе место. Первое место был, да?» «Да, вот эти два первых. Второе место. Сильные конкурсанты из Казахстана, из Литвы, там отовсюду. Виктории приходится нелегко. Супруг вращается в центре творческой вселенной, и часто домашние дела лежат на ее хрупких женских плечах. Но и она нашла себя, помогая Ивану проведение различных торжеств, свадеб, юбилеев, презентаций. А за малышами тем временем смотрит старшая дочь Полина, учащаяся седьмого класса Грязновской школы. А ведь были времена и в жизни этой милой и талантливой девочки, когда ее выступление на районных сценах осыпало ее бурей непрекращающихся аплодисментов. Дочка Полина, которую я продолжал вкладывать в отцовскую душу. Все мы ее помним в выступлениях хорошее. Очень печально, конечно, но ничего, мы займемся за новой музыкой. Пришлось прекратить занятия, репетиции в связи с постройкой дома. Очень много, конечно, времени уходило. Некоторые седые волосы появились. Но это стоило того. А так вот по хозяйству что-то любишь готовить, там, может быть, вышивать? Я первый раз готовила этот борщ. Да, мама уехала, но она на права сдавала, а папа на работе. Тут мы сидели с подругами, и тут нас что-то приспичило сделать что-то покушать. Ну, несколько тарелок разбили. Но борщ сварили? Да, борщ сварила. Маме он очень понравился. Папа у меня иногда может потанцевать, если он это хочет. Если он там готовится к чему-то, он может, когда поет, он может потанцевать. Он может не слушать никого, просто может петь, если ему это надо. Потом, когда запоет, но пропоет, он может тоже сказать, что ты сказала. Но мама у нас... У нас мама тоже очень веселая, как бы, могу сказать. То есть она нормально к этому относится? Она только папа спросил, что ты хотел сказать, он тоже... Она запевает в этот момент, и папа что-то пока заканчивает. Ну, как-то так, да, получается. Но вернемся к Виктории. Ей повезло многократно. Муж достался веселый, работящий. Все время веселящий. Дом большой и уютный они построили. Живут на родной земле. Работает супруг в новой школе. Ехать далеко не надо. Популярность Вани нарастет и увеличивает его бонусы. Он за всегда ты лучших вечеринок. Виктория рядом. Садик в селе есть. Машина, за рельем которой Виктория отвозит. Малышей каждое утро тоже. И дом установлен для новых жильцов, как оказалось, это зеленая рассада помидоров. Теплица, радость и для мамы, и для детей, шумно снующих по небольшому дворику возле теремка Гранковых. Старые автомобили, раритет, стоят возле него и теперь служат развлечением для подрастающих мальчиков. И девочки не прочь сесть за руль. Они самостоятельные. Так и живете. Так и живете. Главное весна. Маленькие пока еще саженцы. Когда мы приехали сюда, посадили там несколько. Малюсенькие, да. Так что план выполнен, перевыполнен. Садили, деревья посадили. Детей четверо, деревьев штук шесть. Теплица одна. Теплица одна. Деремья выкорчевали. Скоро будет картофель. Не только картофель. Питая святых. Наталья Васильевна. Здесь я провожу немалую часть своего времени. Не надо еще. Сейчас нам пришел. Понятно, что это звук изоляции. Играй же, играй. Играй же, вермошь, спел. Конечно, был хорошего качества. Здесь вы поете и пляшете. Здесь поем и пляшем, и с ребятами руками вашими. И все же самое важное в этой семье, что все они поют. По наследству передался талант каждому ее члену. Иван Иванович, деловой такой мальчик, имеющий свое мнение по любому вопросу и событию, к происходящему вокруг, с достоинством исполнил с папой Иваней казачью песню. А в завершении знакомства с семьей Игранковых мы затянули известную песню «Желаю». Пели все, от мала до велика. Пела душа и радовалась происходящему. Светлый дом с высокими потолками, большими окнами, зимним садом, некрутой лестницей, студией, спортивной комнатой, теплицей, строящимся гаражом и баней, а главное, с большой любовью и стремлением жить и созидать не волшебство, не сказка, а чудо, созданное большим трудом и божьим талантом одной большой и дружной Михайловской семьи. Вот так семья. Есть на кого равняться и с кого брать пример. Большие труженики эти Гранковы и большие любители жизни во всех ее проявлениях. Ангел-хранитель этой семьи работает усердно вместе со своими подопечными, хлопочет ежечасно. Подопечные стараются его не прогневать, делают все как надо. ПЕСНЯ ПЕСНЯ